Я служил в храме, я живу в Новопеределкино, я служил одно время в храме. Я правда так не поднялся на колокольню ни разу, но говорят, там висят колокола, на которых написано от Солнцевской братвы. Братва это не всегда коррупционеры. Главной причиной почему этот фильм появился, потому что мы попытались поднять тот пласт недосказанного, который есть в обществе. Когда мы говорим о ценностях, мы всегда говорим о неких ориентирах, моральных ориентирах. И в этом случае церковь является одним из ключевых моральных ориентиров, маяков, на которые мы всегда оглядываемся, или большинство наших граждан. И в этом проекте мы пытались поговорить с представителями церкви о том, как они видят коррупцию, что для них коррупция, и как церковь может противопоставить свои силы для того, чтобы победить коррупцию. И вот что у нас получилось. Делаем каменные лица. Ну зачем? Наоборот. Я считаю, что каменные лица мы можем сделать в любой момент. Коррупция, коррупция, это некий порог, который в принципе нарушает и вот эти нормы социальной защиты, и правила, и нормы социальной защиты населения. Причем менее обеспеченного слоя нашего населения. Вот, в принципе, вот так можно признавать. Коррупция будет нарушение государственного закона, не насильственное, естественно, но в то же время направленное на личное обогащение, незаконное обогащение через получение каких-то сумм от частных лиц в нарушении государственного закона. Так вот, что касается общественного интереса, у меня такое ощущение, что у наших соотечественников, и в частности православных, об этом как-то не очень болит голова. Для многих это звучит слишком абстрактно. То есть какое-то вредное влияние на общество или кражи из бюджета или что-то еще вот такое, но это что-то такое в представлении многих людей, не относящиеся к нашей жизни. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет аминь. Вот во второй суре, это очень большая сура, есть такой аят, там говорится, что не пожирайте бесправно между собой имущество. Не пожирайте имущество друг друга бесправно между собой. И не подкупайте деятелей суда. Конечно же, то отношение к коррупции, которое сегодня нам кажется само собой разумеющимся, оно родилось именно там, в Ветхом Завете, несколько тысяч лет назад. Религиозное отношение к коррупции вот в этой своей первооснове, его можно назвать более жестким, более радикальным, чем та светская оценка, которая существует сегодня. Без закона невозможно принять благодать. Благодать, дар, который Господь дает, благодать или издар Харис. Но для того, чтобы его принять, надо стоять на основе закона. В Евангелии мы помним очень простые слова. Две заповеди основные – возлюби Бога и возлюби ближнего своего. Но вот такого рода деяния, когда один человек за мзду сознательно творит несправедливость, творит зло в отношении другого человека, заведомо невиновного или маловиновного, это очевидный грех. Наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум, отнес взяточничество к самому большому греху, к категории самых больших грехов. Что мы с вами понимаем под неэтичным поведением? Сегодня такая широко распространенная схема. Когда какой-то человек назначается на высокий государственный пост, и тут же по совпадению каких-то обстоятельств его жена становится чрезвычайно успешным бизнесменом, дети становятся чрезвычайно одаренными предпринимателями, и 90-летняя теща, заработав за год несколько миллионов долларов, дарит их в виде подарка своему сыну. Видимо, как результат 89-ти прожитых до этого лет, вот 89 лет человек готовился заняться бизнесом, и вот перед смертью один год так поработал, что всю семью одарил деньгами. Мы об этом, конечно, говорим в таких формулировках светского права, как конфликт интересов, неэтичное поведение. На самом деле от этих названий суть происходящего не меняется. И в религиозной оценке, опять же, это воровство чужих денег. Посадить хорошего человека на должность, не надо сажать человека на должность. Он доберется до этой должности. Если человек достойный, надо ему помочь. Надо ему помочь, но не таким образом, чтобы где-то там подкупить. Я утверждаю, имею все основания утверждают, что наша экономическая жизнь, хозяйственная жизнь, наша борьба с уголовной преступностью, точнее экономической преступностью, коррупцией, она очень близка к ситуации, тем самым костром на ковре. По целому ряду причин, вот прежде всего недостаток нашего правосознания, сплошь и рядом людям кажется, что ну ничего, ну просто разожгли огонек, ну ничего такого не будет, ну немножко погреемся, там поиграем немножко, а что потом не так важно? Между тем, это пожар, который нас губит и жжет. Если судьи судят несправедливо, предвзято, становятся на сторону богатого, становятся на сторону сильного, ну тогда вот это уже последнее падение, и совершенно непонятно, куда бежать и что с этим делать. Вера человека в Бога определяется не тем, что человек говорит, а тем, как он живет и что он делает в своей жизни. И если человек с утра до вечера говорит о любви к родине, но при этом разворовывает общественные деньги, обкрадывая нищих, мы совершенно точно можем сказать, что такой человек в принципе не способен никого любить. Общество, которое живет именно вот по закону, вот это во взятот от инчестве, оно не может состояться как здоровое общество, и в итоге такое общество, в общем-то, обусловлено на гибель. Проклят, дающий взятку, так же, как и проклят Всевышний, берущий взятку, и даже тот, кто занимался посредничеством между дающим и берущим. Нужно понимать, что мы говорим здесь не только о грехе того человека, который украл деньги, но и его семья ведь прекрасно понимает, откуда эти деньги, и расходуя эти деньги на свои нужды, она также участвует в полной степени в грехе совершения коррупции. В этом, кстати, тоже одно из отличий религиозной оценки коррупции от светской. Если там виновен лишь тот человек, который совершил преступление, то с религиозной точки зрения нет. Все люди, которых он втягивает этот человек в использование, употребление этих средств, все они становятся соучастниками вот этого преступления коррупционного. Если лично ко мне придет чиновник, который скажет, батюшка, я украл 100 миллионов, но я жертвую вам на храм, ну что я должен буду сделать? Я должен буду его просто развернуть и сказать, положи ты где взял. У кого ты взял, вот туда и положи. А мне эти деньги не нужны, и Богу они не нужны. Христианство считает коррупцию отдельным видом особо тяжких преступлений, потому что все те грехи, о которых мы читаем в Писании, прощаются по факту их раскаяния. Человек покаялся в грехе, этот грех прощен и истер из книги жизни. В то время как коррупция требует не просто покаяния устного или какого-то еще. Коррупция для ее прощения как греха требует выполнения конкретных действий, как то возмещение ущерба четырехкратного. Об этом нам говорит Священное Писание. Вот в убийстве человек может покаяться и будет тут же прощен. Еще в каком-то грехе, богохульство или еще чего-то. А коррупция, раскаянность и исчерпание этого, у кого украдено было? То есть обществу? Конечно же обществу. Так вот, это очень важно понимать, когда мы сегодня наблюдаем картины о том, как люди, укравшие миллиарды, потом покупают букетик цветов в детский дом и считают, что их история воровства общественных денег на этом закрыта. Очень важно понимать, что нет, что практически эти люди, учитывая суммы, которые они украли, они должны не просто вернуть все украденное, но и всю свою оставшуюся жизнь посвятить тому, чтобы весь свой доход от другой работы отдавать в счет погашения вот этого нанесенного общества ущерба. Лишь тогда это будет принято как искреннее раскаяние, и тогда человек может рассчитывать на прощение этого греха. Была как-то у нас конференция такая, неформальная, посвящена она была коррупции в вузах, если это можно так выразиться, когда преподаватели берут взятки за экзамен. Коррупции, не знаю, с точки зрения нашего уголовного закона, я признаюсь, что я не знаю, подпадает ли это статью о взятках или нет, преподаватель может быть не чиновник. Если это частный вуз, то частное лицо, между нами и вами. Не знаю, честно говоря, не знаю, но для студентов этот разговор был интересный. И вот там были разные люди, там были представители разных вузов, преподаватели, они там обменивались колкостями, это у вас в институте берут, нет, это у вас больше берут. Это давно было, тоже уже лет 10 назад. А потом, когда мне слово предоставили, я говорю, друзья, я, хорошая собралась в компанию, интересный разговор, но самого главного действующего лица почему-то нет, вы забыли пригласить. Кого? Прокурора. И они были все шокированы. Дальше разговор с студентами пошел, и на нем стал говорить, что если вы такие все совестливые и честные, значит, трудитесь над тем, чтобы эту дрянь искоренить из себя. Когда вы говорите с таким преподавателем, который вас вымогает, положите себе в карман ваш сотовый телефон, запишите его на зарпись, и смесите куда следует, хоть право следует, куда, хоть ректору, неважно. Ну, чтобы он знал, что как веревочки не виться, а конец будет. И вот это и есть форма высвобождения от греха. Если у человека речь идет о жизни его родственника, я сам оказывался в таких ситуациях, когда жизнь близкого человека зависит от того, сделают или нет ему операцию. А чтобы ее делали, надо дать взятку, без взятки не будут делать. Конечно, мы в такой ситуации даем взятку, а здесь по-другому и нельзя поступить, потому что жизнь человеческая для нас важнее нашего родственника, не обязательно, кстати, родственника, близкого, друга и так далее. Да, мы здесь нарушаем этические нормы, руководствуясь исполнением более высокой заповеди, потому что мы сохраняем и оберегаем чужую жизнь. Если чиновник обязан что-то делать, но он вымогает деньги, вот, ну в каких-то ситуациях человек вынужден платить эти деньги, потому что, ну а как? Ну вот и так устроена, к сожалению, наша жизнь, что, ну куда, идти к Дону Королеона, что ли? Патистантская церковь говорит человеку, напоминает постоянно о том, что он ответственен за то, как он живет в этом мире. Он ответственен за то место, в котором живет. Он ответственен за своих близких, за свой город и свою страну. Христианин протестантской церкви не может сказать, ты знаешь, мне некогда пойти и помочь тебе ухаживать за больным родственником, мне нужно вот сейчас почитать Библию, да, и о чем-то подумать. Мне вот, у меня пришло время молитвы, поэтому ты там постой голодный, я вот сейчас когда помолюсь, а потом, может, я тебя накормлю. Он так не может сделать, потому что он ответственен за то, как он живет в этом мире. Поэтому он ответственен за то, как мэр города расходует его деньги. И он, на мой взгляд, совершенно обоснованно уверен в том, что когда он предстанет Господу Богу с отчетом, я не знаю, о чем он будет спрашивать меня или представителей других конфессий, но все протестанты уверены о том, что их спросят, а ты не потворствовал преступлениям каким-то, не закрывал ли глаза на какие-то общественно опасные деяния, такие как воровство бюджетных средств. Зная о таком воровстве, ты не молчал ли, ты вот как себя там вел и так далее. Все они в этом уверены, и я в том числе. И я не знаю, какие вопросы мне Господь Бог задаст при встрече, может, он меня про это и не спросит. Но на всякий случай я на эти вопросы готовлю свои ответы уже в этой земной жизни. Если гражданский закон для человека, ну, как бы сказать, не глубоко мыслящего, работает как светофор, вот красный свет встал, зеленый, можно ехать. Он не рассуждает, почему и кто переключает этот свет, и почему он сейчас такой, а потом такой. Мы об этом не думаем. Подъезжаем или подходим к переходу. Зеленый свет идем, красный стоим, все просто. То в связи со сказанным нам надо понимать основу, духовную основу, религиозную основу, нравственную основу, жизненную основу за теми законодательными нормами, которые стоят за недопущением коррупционных действий, за недопущением нечестности, мудроимства, взяточества и так далее. Если ты совсем уж глупенький, простите меня, значит, просто слушайся. А если у тебя все-таки голова на плечах есть, у большинства из нас она есть, я уверен, то есть давайте, друзья мои, разбирайте и понимайте. И восстанавливайте свое право сознания, восстанавливайте свое правильное отношение к закону. В отношении материального в исламе не говорится, сколько человек имеет. В исламе говорится, каким путем добыты то материальное обеспечение, которое он имеет. Чем добыта? Поэтому и прежде всего есть путь халяль, харам. Это не только, допустим, в отношении пищи. Человек должен вот этими нормами халяль дозволенного и харам недозволенного, он должен руководствоваться этими нормами практически всю свою жизнь. Я, например, когда меня ставили в священники, хотя меня пугали там, что надо тебе будет деньги занести, нет, вот свидетельство на камеру, никому никаких денег я не заносил. Ну вот я вам могу сам привести пример истории, которую я рассказал, которая оказалась и пошла на пользу. Ехал с одним человеком, тоже-то давно было, не важно, с Кеномина. Хорошая дорога для нашего региона. Это уже Владимирская область была, там, хорошей дороги. Ну, Чицы, там, населенный пункт, 60 километров в час, как все знают, там едет 100. И я что-то намекнул, говорю, смотрите, говорю, в полиции тоже, да, у меня деньги есть, я откуплюсь. Сейчас давно было еще, сейчас уже так не говорят. Да, так вот. А я сижу, думаю, мне как-то резануло. Не Томас Корс большая, а вот его вот это... Отношенно. А, вершиненно, отвратительная вот эта вот реплика. Я начал рассказать историю. Ну, она правильная история, правдоподобная. Говорит, у меня, знаете, знакомый был, есть. Вот он тоже что-то, значит, ехал, ехал, этажом доехал и стал что-то деньги-то вынимать. Его в физиономии в асфальт положили, так, знаете, наручники надели. И сейчас он бывает два года. Задача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Так я и рассказал, вздумчиво, что ехали с того момента очень аккуратно. С теми же гаишниками, да, и любой священник, я думаю, я никого никакими адскими муками не стращал. Вот, ну, действительно, не раз бывало, а, вы в церкви служите, ну, ладно, езжайте. Вот, ну, коррупция, не коррупция. Я ничего не требовал. Я, если что-то, правил дорожное движение нарушаю, ну, вздыхаю, достаю документы, готов штраф платить, если надо, если это справедливо. Ну, вот, на месте никому не пытаюсь ничего совать. Ну, просто потому, что если мы это будем делать, то тогда какое моральное право мы имеем жаловаться на коррумпированных чиновников. Я скажу без ложной скромности, если бы я получил бы в материальном выражении то, что я мог получить, я сегодня был бы, по крайней мере, в 10 раз более обеспеченным человеком, нежели сейчас. Ну, опять же, благодаря тому, что с самого детства был воспитан именно вот так, чтобы я не оценивал свою деятельность, свои деяния вот в материальном выражении, ну, я отказывался. Вы понимаете, церковь вот протестантская, она вообще в России небольшая, та, которая я предложу, она такая маленькая, там, несколько десятков общин. Это такая, знаете, маленькая, утлая лодочка, которая вот тут вот так вот проходит авианосец такой там. Такая-то церковь гудит, да, надо увернуться, не попасть туда вот под винт. Тут вот какая-то всплывает еще огромная подлодка, еще какая-то церковь. И мы так вот маневрируем, чтобы как-то выплыть и еще успеть крикнуть туда вот вверх на палубу. Вы там о коррупции задумайтесь там или еще чего-то. Ну, как это долетает до какого этажа? Я думаю, капитан-то точно не услышит. Ну, может, кто-то из матросов, кто там кидается какими-то бумажными шариками в нас, может, они там услышат, задумаются. Государственный закон уже находит свою трактовку в таком важном документе, который называется как «Основы социальной концепции русско-православной церкви». Здесь уже есть на что опереться. Там введена цитата, правда, к сожалению, без ссылки, но достаточно уверена, цитата нашего выдающегося философа Владимира Сергеевича Соловьева о функции государственного закона, ну, светского закона, как я сказал, что закон не направлен на то, чтобы землю сделать небом, чтобы царство небесное спустить на землю. Направлено на то, чтобы земная жизнь не превратилась до времени в ад, чтобы мы не соскользнули в ад, не поднялись к небу, а не соскользнули в ад. Это очень серьезная, разумная формулировка, потому что подъем к небу совершается другими средствами. В общем-то, не государственным законом, а иными средствами. А вот если мы вместо того, чтобы находиться, стоять обеими ногами на этой земле и смотреть в небо, как полагается православным христианинам, начинаем развивать, грубо говоря, рот и скользить в обратном направлении, вот здесь уже гражданский закон, государственный закон стоит на страже. И тот закон государственный, который противоречит закону божественному, это уже не закон, мы не признаем его в качестве закона, и, естественно, ему не подчиняемся. Но мы с вами говорим о коррупции, о преступлениях против общественного благополучия, здесь ничего подобного сказать не можем. И полностью церковная жизнь, церковное понимание соответствует тому, чему нас инструктирует, о чём говорит нам государственная законодательство. В любом обществе, в любом обществе можно выжить. Представители моего рода практически всегда находились с главами, скажем так, с первыми лицами, но никогда не входили вот в это, в их среду. Почему? Потому что они всегда следовали нормам ислама, нормам ислама они следовали. Они никогда не допускали каких-то извившеств и в своей жизни, и в жизни своих детей. Моему сыну было года три, я сделал ему кораблик из грецкого ореха, и он его пускал в лужу. Подошёл какой-то мальчик, говорит, кораблик, значит, забрал его. Просто забрал, отнял. Вот этот мой сын там побежал, плачет. Ну, что-то не забрать. Подошёл к тому мальчику, отнял у него корабль. И говорю, вот он, потому было лет шесть, например, или пять. И говорю ему без большого надрыва, говорю, ну что ж ты делаешь, так же нельзя поступать. А он смотрит меня снизу вверх, я говорю, ну что ж поделать, если жизнь такая. Так вот, дорогие друзья, вот жизнь не такая, а чтобы она не была такая, вот нам надо с самого действительно детства и по всем фронтам вести серьёзную борьбу за восстановление правосознания. Восстановление правосознания во всех асферах жизни, в том числе и в сфере коррупции. Самое главное, не бойтесь. Не бойтесь, ничего не бойтесь. Не бойтесь, что кто-то сильнее вас. Один человек плюс Бог, это сильнее, чем 10 тысяч коррупционеров вместе. Человек, который стоит за правду, никогда не бывает одинок. Бог всегда с теми, кто за правду. Бог всегда с теми, кто за истину. Как только мы начнём понимать последствия своих собственных поступков, как только мы начнём понимать, что общество – это сложная система, и каждый элемент этого общества, каждый человек влияет в целом на эту систему, вот тогда наша жизнь начнет меняться. Если мы найдём в себе мужество и ответственность действовать этично, или, если использовать христианский лексикон, действовать в соответствии с Евангелием, ну вот тогда действительно что-то будет происходить. Нам может быть кажется, что всё это безнадёжно, всё равно повязаны, плеть и обуха не перешибёшь и так далее. Ну вот сделать маленький шажок, вот испытать какое-то, пусть маленькое неудобство, но вот не давать взятку, не воспользоваться блатом, и уж тем более взятки не брать, если речь идёт о чиновниках и должностных лицах. Вот если каждый хоть маленькое усилие в этом направлении сделает, осознает необходимость такого усилия, ну хочется верить, что жизнь в нашей стране начнёт всё-таки постепенно, не сразу, не быстро, но всё-таки будет меняться к лучшему. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова